Всем дорогие друзья, подписчики, а также случайные зрители нашего YouTube канала. На календаре у нас уже 18 сентября, на часах 11.07 по традиции вышли на линию по Яндексу для того, чтобы попытать сегодня свою удачу. Своих клиентов на данный момент пока что никаких нет, поэтому по планам сегодня Яндекс, если ничего и никто не объявится. Обязательно оценивайте это видео своими лайками или дизлайками, подписывайтесь на наш канал, если вы на нем впервые. Не забывайте оставлять свое мнение в комментариях, не забывайте подписываться на телеграм-канал. Ну а пока я всем желаю вам приятного просмотра. Хотите работать в доставке и ищите надежного партнера? Подключайтесь в Эксперт Парк. В 2024 году Эксперт Парк получил награду как крупнейший партнер Яндекс.Доставки за последние три года. А это значит, что вы можете быть уверены в надежности, легальности и безопасности сотрудничества с данным парком. Комиссия парка всего лишь 50 рублей в сутки. Автоматические выплаты без комиссии на карты любых банков. Ну и также круглосуточная поддержка и сопровождение на каждом этапе работы по необходимости. Вы можете сотрудничать с парком как физическое лицо, но если хотите снизить риски, подключайтесь к парковым самозанятым курьерам к уникальной программе Эксперт Парк 2.0 с комиссией всего лишь 40 рублей в сутки. Ну а если вам уже исполнился 21 год и ваш водительский стаж более трех лет, вы можете работать в такси через парк. Подключайтесь по ссылке в описании, работайте легально и зарабатывайте вместе с Эксперт Парком. Ну что мужички, не успели мы еще даже отъехать и что вы думаете? Поймали вот такой вот заказ 1710, но и грузчиков большой кузов. Загрузка у нас на Анисажной улице, а везем все это дело сейчас покажу вам на улицу Академика Скрябина. То есть относительно недолгий заказ. К погрузке у нас будет три каких-то оргстекла и три... А что? Ну, короче, и три каких-то еще предмета небольших. Вот. Ну и все. Полетели. От себя могу добавить. Мы всегда же созваниваемся с клиентом. Ну, сами понимаете, если ты нормальный, блядь, человек, адекватный, ты как бы клиенту позвонишь, чтобы потом не было проблем. Там нужно сделать все аккуратно, а кому, как ни нам, доверишь, чтобы все аккуратно. Все, Светланушка, скверчите. До свидания. Но поскольку заказ без грузчиков, то мы тут делать мало что будем. Здесь лишь задача у брата стоит перевести это все аккуратно. А у меня посидите рядом, попиздеть на камеру. Все, мужики, поехали. Ну что, дорогие друзья, спешу вам сообщить, что смотря и наблюдая за данным каналом, вы можете наблюдать за фиолетом, можете смотреть, когда же тогда, когда нет работы, казалось бы. Пацаны где-то умудряются найти коэффициент, и довольно-таки неплохой коэффициент, и довольно-таки неплохо заработать. Несмотря на то, что кузов не обклеен, ругаемся матом, да, Светлана, ругаемся матом, и все. Просто самый залог успеха – это хорошо делать свою работу и быть нормальным пацаном. А не говном, не куском дерьма. До свидания. Все, всем пока, всем до свидания. Планета в хаосе, ураган убит в паруса, срывает тротуары от холодного ливня, как о дроби винтовки, прочесть на остановке, где я жду тебя, 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 я жду тебя. А он говорит, а ну, я посмотрел, говорит, три с половиной тысячи рублей, спешим сообщить. Три тысячи пятьсот тридцать пять рублей, мужики, спешим вам сообщить. Сейчас еще покатим. Постарее. Заметили, вот, в наших видео мы всегда говорим, практически, когда не забываем, и предварительную стоимость, и окончательную стоимость. Что не можем сказать о других, потому что нам за свои заказы, которые мы берем, нам, блядь, ну не стыдно, понимаете, не стыдно. Свои клиенты там не стыдно, там, понятно, по нормальным всегда расценкам, по нормальным ставкам работаешь. И в Яндексе, если берем что-то, ну там всегда, блядь, редко когда неадекватное. А у других, он, блядь, стыдится, он не может сказать. По пробегу нам не стыдно, поэтому хочешь посмотреть на фиолет, прожал палец вверх, подписочку оформил, лайкосик поставил, и сидишь охуеваешь. До свидания. Что, едем на улицу Академика Скрябина, мужики, 20 километров дотуда, вот, 25 минут. Поехали. И что еще не может не радовать, то, что машина везет реально в воздух. От нас, от пассажира даже, и от водителя, веса, блядь, нагрузки больше на машину, чем от груза. Но разве это не может не радовать? А это значит, что если нас радует, если у нас хорошее настроение, то и у вас дальше будет хорошее настроение. А у кого-то и наоборот, будет настроение испорчено на весь оставшийся день, но ничего с этим не поделать. Но там можете посмотреть предыдущее видео, где есть инструкция по тому, как правильно тушить пердак, если он загорелся. Забрали у нас мужики эти, получается, как они называются, пердаки. И подтверждаем вручение, готово по классике, нажимаем. Как прошло вручение? Со мной были вежливы, конечно же, и со мной были вежливы. 4 109 рублей закрывается данный заказ, блядь, ничего себе, сказал я себе. Ничего себе, скажете вы, смотря данное видео. Заказ данный был с пробегом 21 километр и выполняли мы его вместе с подачей, погрузкой, выгрузкой полтора часа. Нормально, нормально. Отлично, вообще отлично. И что? А, хотел показать вам, мужики, небольшой лайфхак. Допустим, вот, предположим, там дальше у нас будет шлагбаум и нас не выпускают. Что делать, если вы уже закрыли заказ? Сейчас в недавнем каком-то обновлении Яндекса появилась вот такая вот кнопка. Как только ты завершил заказ, ты можешь тут же нажимать звонить. Либо, получается, получателю, либо отправителю тоже можешь звонить. Как вы сами можете видеть, разные номера. Ну, вот такая вот фишка появилась. Приняли еще один заказ, мужики, с Аморской улицы на Аморскую улицу. Получается, заказ у нас коротенький, писала, займет 50 минут. К сожалению, как вы можете видеть, в этой зоне коэффициента нет, поэтому заказ зеленый. И к перевозке будет, сказали, получается, что матрас, две разобранные кровати или две кровати и две тумбочки. И два каких-то кондиционера, ну, обычно, которые вешаются на стену. Лифты грузовые присутствуют, девушка вроде адекватна, поэтому поехали подавать машину 20 минут 6 километров. Ну, и, в принципе, покажем. Ну, что, мужики, вон у нас клиент помогает какому-то непонятному человеку, непонятной ситуации, еще там то ли припарковаться, то ли развернуться. Клиенты всю дорогу с нами, машина у нас загруженная, мы уже на выгрузке. По стоимости, самое лучшее, естественно, 3141 рубль. Минималка. Ну, и будет небольшое оплатное ожидание. Не знаю, до 4-х добежит, не добежит, наверное, нет. Вот. Ну, пока ожидаем, сейчас и будет возможность поснять, показать. То, естественно, поснимем, покажем. Ну, что, мужики, спускаемся уже в лифте. Мы уже выгрузились. К сожалению, снимать возможности вообще не было бы, потому что и муж, и жена, оба пожилые люди везде следом за нами все контролировали, что на загрузке, что здесь носится. А ну, что там, 2 тумбочки было, кровать разобранная, ну, матрас, соответственно, основание кровати и 4 коробки с кондиционерами. Вот. Ну, и, собственно, все. Сейчас вместе с вами закроем стоимость и посмотрим, что там будет ожидать. Между адресами было у нас всего лишь 500 метров. Его стоимость закрывается. 4607 рублей. Учитывая то, что заказ был очень короткий, как я говорю. Учитывая то, что заказ был очень короткий, реально 500 метров между адресами, цена получается достаточно-таки сладкая. Все, мужики, что будет дальше, соответственно, покажем вам дальше. А как? Так мы такой возможности не имеем. Если бы мы имели, мы, честно, девушка с радостью бы добавили, потому что, ну, это же сами понимаете. И так копейки, ну. Вот. А вам даже это еще, как бы, дорого. Все, всего доброго вам. Не, почему дорого? Ну, а зачем вы спрашиваете про платеж? Или вы считаете, что цена в 3000 рублей, это, ну, как бы, адекватная цена за большую машину двумя грузчиков? Ну, так оно даже, что вам пришло, оно все равно неадекватно. Но оно все равно больше стоит по рынку. Сколько, ну, я бы грузовичков заказала. Ну, грузовичков на час. Ну, грузовичков на час 4600. Мы через грузовичков работаем, они нам заказы иногда подкидывают. 3600, вот я считала. Ну, ладно. Я просто пытаюсь, ну, у меня просто сейчас... Не, девушка, да, если бы я знал, вы же поймите правильно, если бы мы могли... И потом еще 1700 еще пришло платеж. Девушка, у нас-то вы как это поймете? Это же вам нужно с Яндексом, это же они все делают. Это же, как бы, сами поймите правильно. А, да, сейчас пришло. Если бы я знал, я же говорю, я бы, вот, честно, побольше бы накинул бы. Ну, вот как есть, как бы, не кривя душой, да. Ну, к сожалению, не имеем такой возможности, вот. Приходится, когда подрабатываем, ну, ездить по этим, ну, как говорится, ценам, которые не соответствуют рынку. Все, всего доброго вам. До свидания. Блядь, мужики, ну вот и все, и пиздец, и приехали, блядь. Нет контента. Ой, блядь, нет контента. Ну, все, парни, ну тут просто все сказано, я не хочу даже, блядь, ничего говорить. Я даже комментировать это никак не хочу. Тут много ей, блядь, ебаный шашлык, ну. Ну, вот так вот. И все, плетело, а-а-а-а. Сейчас, вот, 4600, минус 1200 комиссии, нашими это вышло 3380, по пробегу он один километр показывает. И ей это много, 4600, два грузика, большой автомобиль, блядь. Мужики, мы везем, получается, в субботу своего клиента есть такая перевозка, там стоит 12 тысяч рублей. Перевозка, блядь, квартирный переезд. То есть, ну, там тоже между адресами, вот прям как здесь, между соседними домами. Да, вещей чуть больше, но я думаю, за 3 часа мы справимся. То есть, 12 тысяч рублей, блядь. Ну, то есть, вообще, очень адекватная, хорошая цена за 3 часа. И есть еще на субботу клиентка, вон, Дима не даст соврать, написала на WhatsApp, позвонила. Я ей сказал, в районе десятки у вас будет. Да, да, все, цена устраивает. Вот, парни, вот они, блядь, клиенты. Они вот это вот хуеверти ебаная. Также есть, блядь, как бы клиентка на воскресенье, тоже своя, которую уже, наверное, 6 раз, блин, перевожу. Там, ну, много ей будет перевозка. Там, короче, будет 20 тысяч рублей. А то и 20+. Я ей сказал, что, ну, как бы, сами поймите. Я ей сначала говорю, ну, примерно 25 она. О, дороговато. Я говорю, ну, а сколько она? Ну, 20 хотелось бы уложиться. Я говорю, ну, давайте 20, но просто поймите правильно, что от времени будет зависеть. Если быстро сделаем, ну, 20 будем. Да, хорошо, хорошо. Но это, парни, это свои клиенты, с которыми, ну, можно вести диалог, потому что, ну, вот такой вот, ну, что, я, блядь, повезу ее, или вот номер ей там давать. Ну, как бы, ну, сами поймите. Вот она, парни, вот. Ну, как работать, блядь. А из этого мы получили 3,380. Окей, мы бы были обклеены, и сколько было? Хорошо, 3,580. Но это, блядь, это никак не спасает ситуации, парни. Чтобы даже тут десятку наколотить, вот, с такого вот говна, дерьма, блядь, это надо 3 заказа выполнить. Ну, это, я же говорю, это вообще не спасает. Там даже если бы 4 было. Не, ну, 4, блядь, за такую перевозку уже, ну, как бы приятнее. Ну, блядь, ну, 3,380 чистыми. Ну, это, блядь, ну, это хуета. Вот, 4,600, допустим, закрылось. Так понимаешь, блядь, тебе эти еще вурдалаки. Ой, блядь, это, подставьте, чтоб не вымазать. Я говорю, блядь, да вам надо перевозку нормальную на такие кровати, блядь, пиздец кожаные заказывать. Ну, то есть, парни, это, ну, вот, крик души. А что сделать? А кто виноват? Вот такой, еще раз говорю, еблан, вот этот вот лошара, который вот эту хуйню берет, блядь, и вывозит, нахуй. И если сделаешь хорошо, а делаешь, как правило, хорошо, потому что, ну, просто по-другому не умеешь. Хули, если ты будешь хуево делать, то ты и своим клиентам будешь хуево делать, потому что привыкнешь хуево делать. И как бы, а кто у тебя будет? Какие у тебя клиенты будут? У тебя даже вот такая параша, блядь, не обратиться. В конечном итоге, на этом моменте мы решили, что на сегодня достаточно. Мало того, что по этим нищенским ценам невозможно работать, так еще и после таких звонков клиентов вообще пропадает полностью все желание вообще работать. На ближайшие три дня у нас есть заказы, и мы уже знаем приблизительно свой фиксированный доход. И ниже он не будет, он может только увеличиться. Наверное, именно поэтому никакого желания работать в этом зеленом Яндексе нет. На этом все, друзья мои. Оценивайте это видео своими лайками или дизлайками, подписывайтесь на нас. Ну а пока, всем пока.